Вот так в дистанционном режиме подписали соглашение губернатор Сергей Морозов и инвестор компании Гранкорд. Больше 80 человек приняли участие в Совете по инвестициям под председательством губернатора. Правда в режиме конференц-связи, чтобы соблюсти все правила безопасности. Сложившись и в стране, да в общем давайте и в мире, ситуация нуждает всех нас принимать изменения, строиться более детками, находиться в новой решении и в реализации последней задачи. Компании, которые планировали реализацию проектов в этом году, соответственно, они от этих планов не отказываются. То есть они подтверждают, что как только будет соответствующая возможность, они приступят и к строительству, и к реконструкции, там у кого запланирована реконструкция. То есть в том числе наши резиденты индустриального парка Заволжья. К концу 2021 года на территории индустриального парка Новоульяновск будет построен завод по производству углекислого газа. Российская компания «Гранкорт» вложит в строительство 136 миллионов рублей. На первом этапе создадут 20 рабочих мест. В случае успешной реализации проекта у нас есть планы, действительно, вы правильно сказали. Есть планы по строительству углогодического термального комплекса со СПА и картинницей, кафе и рестораном города Новоульяновск. Углекислота используется в сельском хозяйстве, медицине, пищевой и химической промышленности. Поэтому, по мнению руководства области, спрос на жидкую пищевую углекислоту будет большой. Уже имеются предварительные договоренности с оптовиками и крупными производителями. Планируется расширить и портовую особую экономическую зону Ульяновск. Компания-платформа разместит предприятие по производству стекловолокна и изделий на его основе. 90% продукции, планируемой к изготовлению, будет составлять стекловолокно общего назначения. Это самая распространенная марка, применяемая для изготовления материалов, где требуется прочность и высокая электрическая стойкость. Компания инвестирует в проект более 7 миллиардов рублей и создаст 280 новых рабочих мест для жителей региона. Анна Тищенко, Новости Уллправда ТВ.